МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире очередная беседа из нашего цикла «Русский язык как Евангелие». Мы продолжаем начатую тему. В прошлый раз, помните, она звучала так. «Русский язык о семье как малой церкви». Но прежде, памятуя о нашей традиции, я хотел бы ознакомить вас с ответами, которые пришли на вопрос, что есть слово «невеста», что вы слышите в слове «невеста». Мы отобрали четыре лучших, ну, как лучших, наиболее запоминающихся ответов. Я сейчас вас с ними ознакомлю. Значит, первой принадлежит Маше Зеленцовой, студентке из Краснодара. Она пишет. «Невестой мечтает стать любая девушка. А кто говорит, что для них важнее карьера, не верьте. Еще в детстве она любуется красивыми нарядами невест и мечтает надеть такой же наряд на себя. А позрослев, считает день свадьбы днем исполнения мечты. Мечты о любви, семье, в общем, о личном счастье». Ну, вот такой ответ. А вот Петр Иванович Железнов, он трудится юристом в Петрозаводске, пишет. «Невеста – это лицо женского пола, вступающее в брак». Как официально. Впрочем, так можно называть девушку не только в ЗАГСе, но уже тогда, когда твердо принято такое решение и подано заявление молодой пары о желании вступить в брак. Ну, вот видно, что пишет юрист, правда? Можно было даже не называть его профессию. Третий ответ, который мы отобрали для вас, принадлежит моряку Балтийского флота Александру Сенцову. Александр пишет. «Невестой я могу назвать только ту, что умеет любить и верно ждать. Ведь только такая станет хорошей женой и настоящим другом». Ну, что ж, да, с этим трудно поспорить. А вот последний ответ, с которым я хочу вас ознакомить, пришел к нам из села Новоселки Рязанской области. Его прислала Мария Митрофанова Егорова, пенсионерка. Мария Митрофанова пишет. «Сейчас называют невестами, кого ни попадя. А когда я была невестой, то так называли только порядочную девушку, у которой есть жених. Причем, когда он уже посватался, и родители благословили обоих молодых. А сейчас гражданские браки какие-то блутят, а не браки. И не рассказывайте мне про современность. Порядочность и настоящая любовь не могут устареть». Ну, вот попробуй тут не согласиться с Марией Митрофановой. Но вот о чем я хочу сказать. Почему вообще мы говорим на эту тему? Почему для нас это так актуально? В прошлом году, будучи в миссионерской поездке в одной из губерний российских, я был поражен. Я беседовал с женщиной, кандидатом педагогической наук, которая серьезно занимается проблемами семьи. И вот когда она ознакомила меня со статистикой разводов, я был очень неприятно поражен. Я скажу даже больше. Я был подавлен. И долго находился под этим впечатлением. А статистика вещь такая суровая. Согласно этой статистике, на тысячу заключенных браков еще где-то 5-6 лет тому назад в этой области приходилось около 900 разводов. Вы вообще представили, что это такое? Вот это тот самый брак, о котором мы говорили в предыдущей передаче. То есть речь идет о 90% настоящего брака. Позвольте. Ну о каком могуществе, о экономической мощи и прочих вещах можно говорить в то время, когда вот та самая ячейка, да та самая малая церковь, на которой изыждется государство? При такой страшной статистике. Вы только слушайтесь еще раз. Около 90% брака. Конечно. И поэтому нам очень важно понять. И мы чуть не до утра проговорили тогда с Натальей Евгеньевной, так ее зовут. И она тоже мне задавала вопросы. Почему это происходит? Почему это происходит? Как вы думаете, Василий Датч? Я поделюсь с вами своим мнением, дорогие зрители. И по сути скажу то, что я сказал в ту ночь памятную этой замечательной мудрой женщине. Мне кажется, что большинство разводов сегодня совершается по той причине, что люди, вступающие в брак, не представляют даже, что есть брак и что есть супружество. Как хорошо. Я сейчас произнес слово супружество. При слове супружество я всегда невольно улыбаюсь. И сейчас объясню вам почему. Дело в том, что много лет тому назад, я, кажется, говорил вам об этом в одной из передач, я работал с иностранными студентами. В том числе и преподавал им русский язык в качестве иностранного. И нередко получал приглашение от посольства, генеральных консульств принять участие в их каких-то национальных праздниках. Как это происходило? Я получал красивое такое приглашение на красивой тесненной бумаге, которое было написано очень напыщенным таким слогом. Посол подпидывает или генеральный консул. И там было написано, как правило, следующее. Уважаемый господин Ирзабеков. Кстати, в советское время, как было это чудно слышать и читать. Уважаемый господин Ирзабеков, прошу вас оказать нам честь и с супругой прийти куда-то, чтобы отметить национальный праздник. И я всегда наивно полагал, что вот жена – это слово для такого обиходного употребления, ежедневное такое. А вот супруга – это, как помните, Ломоносов Михайло писал о трех штилях, как он выражался в русском языке, да? Низкий, средний и высокий. А вот что супруга – это такой высокий стиль. Так вот, когда близко я познакомился с русским языком, и в частности вот этим словом «супруг» я был поражен, возможно, кто-то это знает, но вот часто выступая в аудиториях, я сталкиваюсь с тем, что для многих это открытие. Вот я хочу, чтобы вы тоже совершили сегодня для себя это открытие. Оно радостное, хотя многим покажется необычным. Так вот, в старом русском языке, в древнем русском языке, «супруги» – вы слышите? Вот это слово из приглашения, которое подписал посол. Так вот это «супруги» – это два вала, да, запряженные в одну упряжку, упряжку в телегу. Вы представляете? Я приглашаю вас улыбнуться. И вот почему. То есть, если перевести это приглашение, полученное из посольства, то есть написать всё, как оно есть на самом деле, то, наверное, оно звучало бы так, да? Уважаемый волк, приглашаю вас, да, с той, что запряжена рядом с вами. Ну, дальше можно не продолжать. А почему так? Возможно, кто-то из молодых людей, которые мечтают или готовятся уже вступить в брак, послушав это, скажут, «Господи, я готовлюсь к такому великому празднику, к высокой любви, а тут мне говорят о каких-то валах и о какой-то упряжке. Простите, но это правда». Более того, с годами, может быть, сейчас кто-то удивится, но мы сейчас с вами будем совместно размышлять на эту тему, с годами я не перестаю восхищаться этим дивным смыслом, закрученным в слове «супруга». Знаете почему? А потому что это абсолютно точно, как и все алмазно точно в русском языке. И пусть это вас не отпугивает. Смело вступаете в брак с понравившимся вам человеком, вот о котором писала наша читательница, Мария Митрофанна. И вот почему. Почему вы поначалу эту упряжку, эту телегу и не почувствуете? Конечно. Потому что вы молоды, ваша вторая половинка тоже молода, здоровая, и вы это даже не почувствуете, что вы тянете какую-то упряжку, потому что и упряжка-то пуста. А у вас много сил, энергии, нет скорби, нет скорбей, простите, нет болезней. Но с годами происходит такая метаморфоза. Что-то меняется в вашей жизни. В этой тележке или упряжке, которую вы легко несете по жизни, пока еще легко, появляются первые пассажиры. Да, вы догадались, кто это. Это ваши детки. Иначе какой смысл, да? А в создании семьи, конечно, должны появиться детки. И вот появились первые пассажиры, и вы почувствовали, что да. Но вы ведь тоже изменились к тому времени. Вы стали более зрелыми, более рассудительными. И вот чем дальше вы едете по жизни, везете вот этот вазок. Назовем его вазок. Вот. По жизни появляется еще интересный такой багаж. Прожитые годы, болезни, разочарования, предательства, обманы. Да, это все багаж. И все вот это складывается на этот вазок. Продолжим эту мысль? Давайте продолжим эту мысль. Наши родители, которые были так молоды, так сильны, здоровы, как они нам помогали, когда мы создавали свою малую церковь. Но ведь они не молодеют с годами. Они стареют. У них прибавляются болезни, хвори, как мы говорим. А наши бабушки и дедушки, они дряхлеют буквально на глазах по мере того, как мы становимся взрослыми. И если мы хорошие дети, мы должны, конечно же, подсадить их в этот вазок. Представляете, как увеличивается с годами число пассажиров. И вы сейчас, наверное, сидите и думаете, господи, а как его везти-то? Мы вдвоем, а там полным-полно. Кстати, есть еще уже стареющие, предстарелые родственники. У кого-то это дядя, тетя. Но не бросать же этих людей на дороги жизни. И тогда вы сейчас невольно задаете себе вопрос. Хорошо, Василий Тович, а откуда найти силы, чтобы везти этот вазок? Хотите, я вас порадую? Вот те самые первые пассажиры, которых мы когда-то усадили сюда, если мы их правильно, с любовью воспитали, то они ведь взрослеют. И наступает тот замечательный момент, когда они спрыгивают с этого вазка и говорят, папа и мама, давайте мы вам поможем. И они тоже впрягаются, вы слышите, они тоже впрягаются в этот вазок, и вы чувствуете такую радость и такое облегчение. Только все должно происходить по любви. Я когда-то еще мальчишкой прочел коротенькую индийскую древнюю притчу о том, как слон целый день ворочал бревна. Действительно тяжелая работа. Правда, и животное большое, но и работа тяжелая. И уже к вечеру он настолько устал, и он стоял и думал, господи, мне бы только не свалиться замерто. Такой это был уставший слон. Но тут к нему подошла его подруга, слониха, подошла и своим хоботком нежно сняла у него с шеи щепочку, которая там была. И, вы знаете, слон так приободрился, он почувствовал прилив сил и был готов идти и дальше, и дальше ворочать бревна. Вот та самая нежность, та самая любовь, которая способна творить чудеса. И когда, повторяю, вот этих двух людей, которые везут по жизни этот возраст, когда их связывает любовь, когда они щадят друг друга, когда они жалеют друг друга, в русском языке любить и жалеть, это почти синонимы, мы еще будем говорить о любви, тогда все, конечно, происходит по-иному. А если происходит не так, то да, да, давайте вспомним строки из Пушкина, из Евгения Онегина, слова Татьяны Ларины, сказанные Евгению Онегину, помните, как она ему сказала, когда он воспылал к ней чувством, да, с некоторым опозданием. Вы помните, как она ему замечательно сказала? Супружество нам будет мукой. Правда. Правда. Вот такая история. Дело в том, что слово невеста, слово невеста, с которого началась наша сегодняшняя передача и ответ на который вы прислали, оно удивительно. Удивительно. В течение целого ряда лет, так уж случилось, я коллекционирую, вы слышите, у меня есть некая коллекция, да, я сейчас с вами поделюсь некоторыми экземплярами из нее, я коллекционирую варианты происхождения слова невеста, потому что уже в течение целого ряда лет в различных аудиториях, особенно молодежных, моих любимых, я задаю этот вопрос, мои хорошие, что вам слышится в слове невеста? И вот это было, пожалуй, года три назад в Константиново на родине Сергея Санча Есенина, где я каждый год выступаю, меня приглашают, такая радость, и там присутствовал детский хор из города Ногинска, он же Богородск, и девочки из хора, я задал им вопрос, они от Раковицы, и спрашиваю, ну как вы думаете, что вы слышите в этом слове? И тогда девочка, которая сидела ближе всех, она мне сказала, Василий Давыдович, невеста, это та, что не ведает, что творит? Все дружно рассмеялись, я смеялся громче всех, а когда я отсмеялся, я ей сказал, миленькая моя, если бы ты знала, как ты права, ты не назвала мне происхождение, не угадала происхождение стола невесты, но в твоих словах столько печальной правды, и ведь это так на самом деле, ведь в наше время, уже не первое десятилетие, появилось это печальное, знакомое нам выражение, его тоже, помните, мы говорили о шутке, как это, вроде бы шутка, такое, вы знаете, о чем я говорю? Наверняка вы догадались, да, есть такое выражение появилось, сходила замуж, как в магазин, за булкой хлеба, да, а еще, бытует такая невеселая шутка, мне приходилось ее тоже слышать, когда одна подруга сетует, она обижена, говорит другой, своей подруге, я на тебя обижена, ты меня не пригласила на свою свадьбу, и та ее утешает, говорит, да не обижайся ты, я в следующий раз тебя обязательно приглашу, люди смеются, а надо бы плакать, вы вспомнили эту печальную статистику, почти 90% разводов, как-то в стенах Московской Духовной Академии, в актовом зале большом, когда присутствовали преподаватели, которые заняты тем, что преподают основы православной культуры, и я задал этот вопрос тоже, там были взрослые люди, и в тишина повисла над залом, и из дальнего угла один мужской такой баритон прокричал, я ему даже сказал, это похоже на крик души, он сказал, невеста, это вообще неведомо, откуда пришла, замечательная версия, ничего не скажешь, а в школе, где училась моя младшая дочь, меня как-то пригласили в эту школу прочитать лекции о русском языке, там тогда собрались тогдашние семиклассники, я сказал, ребята, что вам слышится о слове невесты, один мальчик, такого поэтического склада восточный, он сказал, невеста, это, наверное, от слова весна, вот видите, какие-то, я могу продолжать до бесконечности, но вот я назвал вам некоторые версии, на самом деле, замечательное, исконное слово невеста, означает, оно возникло, вы только послушайте, невеста, это неведающая греха, неведающая греха, конечно, чистая, честная, как еще, вот это несколько перекликается, вот я опять упоминаю письмо, которое прислала Мария Митрофана, это очень важно нам понять, потому что невеста, если невеста, неведающая греха, то как называли на Руси, вот скажите вы, мне так важно, что вы сейчас у экранов произнесли это слово, если невеста, это неведающая греха, то как называли женщин, которые ведают этот грех, да, да, ведьмы, конечно, конечно, дело в том, что вот тот удивительный русский человек, которого я так люблю, и который в этом поразительном сотворчестве, синергии со Христом создавал наш вот этот русский язык, он был удивительный этот человек, он понимал, он понимал ту важную вещь, что когда создается, вообще семья должна случиться, она должна случиться, это великий творческий акт, вы когда-нибудь видели, как закладывается храм, я несколько раз видел, если вы узнаете, что где-то неподалеку от вашего дома, не поленитесь, даже если, может быть, далеко, это так удивительно, это так удивительно, так вот, когда закладывается храм, в основу его кладется крест, да, для могущества, для мощи этой церкви, так вот, как в основу храма будущего, строящегося, закладывается крест, так в основу будущей семьи, закладывается чистота, святость, неведение греха, вот этой девушки, вы знаете, даже неважно там, относительно неважно там, умеет она там, готовит сегодня вот, там прекрасно, как ее там свекровь, у которой большой опыт, там, все это придет с годами, обязательно придет, никуда не денется, куда важнее ее чистота и святость, если вот она заложена в основании будущей семьи, то дом этот наверняка устоит, вот представляете, какой замечательный смысл, возможно, многие о нем и не догадывались, а теперь есть вам о чем поразмыслить, и так почему, почему происходит у нас так часто печальное разрушение многих, многих семей, попытаюсь поделиться еще своими мыслями, дело в том, что не раз и не два приходилось присутствовать при этой церемонии заключения брака, вот помните, вот эта толстенная книга в ЗАГСе, где жених ставит свою подпись, где невеста подписывается, и когда смотришь на их лица, уже сегодняшние, конечно, 55-летние, тогда я этого не понимал, я сегодня, когда смотрю на них, я читаю на их лицах такое ликование, особенно у невест, она вот подписывается, и у нее вот здесь написано, что вот она подписывается в том, что вот сейчас она добилась, то, чего хотела, как вы помните, в письме был написан, что любая девчонка, она с детства мечтает встать, да, это совершенно нормально, ненормально, когда девочка не мечтает, и вот она сейчас расписывается, и уже слышно, там за дверью открывают шампанское, нетерпение наливают бокал, и вот сейчас распахнутся эти двери, ее вот с ее мужем замечательно молодым, пригласят туда, и начнется этот сказочный карнавал, этот мексиканский, бразильский карнавал длиной в жизнь. На самом деле, на самом деле, я говорю об этом молодым, и не надо смущаться об этом говорить, вот тот момент, когда они расписались в этой книге, в ЗАГСе, и прежде я к девушкам обращаюсь, вот сейчас, когда вы поставили свою подпись, вы расписались в том, это акт, это акт об окончании этого карнавала, да, вы расписались в том, что вот сейчас, в эту минуту, этот карнавал как раз закончился, и началось супружество. Ухаживание, букеты, стихи, это необходимо? Конечно, конечно, а как же без поэзии? Это все, но это все было предверием, предверием вот к этому важному событию. Отныне супружество, отныне брак, отныне появляются обязанности. А кто об этом говорит молодым? Я не слышал, мне не приходилось слышать, чтобы об этом говорили. И поэтому ожидание праздника, а там впереди будни, впереди будни, и такое разочарование, понимаете? Да, и крушение, но ничего, это первый раз, первый блин, как у нас же говорят, первый блин комом, ничего себе, блин, какой же это блин, это малая церковь. А теперь непосредственно из ЗАГСа, наш русский язык, наш сегодняшний разговор о семье, как малой церкви, наш замечательный поводырь, это святой русский язык. Мы попадаем в ту залу, где играются свадьбы. Шумно, гости произносят тосты, и обязательно какая-нибудь гостья, чаще это женщины, увы и ах, произносят вот эти слова. Только не говорите, что вы их не слышали. Вы их слышали, а может быть и сами произносили. Обязательно кто-то скажет во время брачного торжества вот эту фразу. Муж – голова, а жена – шея. Да? Слышали? Конечно, говорят. Это очень нехорошая фраза. Более того, в основе ее режит будущее разрушения этой семьи. Сейчас объясню. Вы понимаете, какая роль вообще мужчина отводится? Нечто, которым вертят. Слава Богу, что есть русская православная церковь. Давайте зададим вот этот правомерный вопрос. Это малая церковь. А что нам об этом говорят в храме? Что об этом говорят святые отцы? Так вот, нас учат святые отцы тому, что малая церковь – семья еще и потому, что мужчине в ней отведена роль священника. Да. А жене – роль диакона. А вот детки – это вот народ Божий, который стоит в этом храме. Какое достоинство нам придано и какая великая ответственность. Диакон помогает всегда священнику в совершении таинств. Но таинство совершает только священник. А теперь я вас попрошу сделать такую вот процедуру. Вот наложить эти слова на то, что я до этого сказал. Голова и шея. Какое уродство. Если, да, перефразируют, Господи помилуй. Но это надо делать, чтобы почувствовать уродство этой фразы. Муж – голова, жена – шея, да? Это что получается? Что священник – голова, диакон – шея, да? И куда диакон повернет, захочет туда священник. Вот даже я не могу договорить эту фразу из-за ее кощунственности. Слава Богу, что есть церковь. Она как магический кристалл позволяет нам все видеть в истинном свете. И именно в этом христовом свете всплывает все уродство. Вся непорядочность, да. Вся разрушающая сила этой фразы. Господь нас предупреждает. От слов своих оправдайтесь и от слов своих осудитесь. Всегда будьте осторожны, когда что-то произносят. Тем более на таких важных событиях. И упаси вас, Господи, когда-нибудь еще произносить вот эту фразу. Дорогие телезрители, вот и эта наша беседа подошла к концу. А теперь по нашей установившейся традиции я хочу задать вам вопрос. И пусть это станет для вас неким домашним заданием. Ответьте мне, пожалуйста, что вам слышится в слове «поцелуй». Да, вот я представляю, как вы сейчас улыбнулись у своих домашних экранов телевизионных. Да, поцелуй. На сей раз поцелуй. Подумайте, каково происхождение этого слова. И напишите нам свои ответы. Мы будем с нетерпением ждать. И обязательно следующую нашу встречу мы начнем именно с ответов ваших на этот вопрос. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин